друзья всем привет сегодня мы с вами попробуем отремонтировать перегоревшую светодиодную лампочку сразу скажу что это видео это чистый эксперимент я сам не знаю пока насколько будет рабочий этот способ но мы с вами это выясним после того как я произведу ремонт этой лампочки я ее потестирую определенное время затем когда выложу ролик на ютюбе внизу в описании под видео буду обновлять информацию примерно раз в месяц сколько проработала эта лампочка после ремонта и вы сами сделаете вывод рабочий этот способ или нет подходит вам или нет если лампочка сгорит или придет негодностным способом я тоже честно об этом напишу и так не буду томить вас долгими вступлениями поехали для начала определяем пластик или стекло у нас применяется здесь от рассеивателя ну как правило это пластик но по звуку сразу мы понимаем что это пластик обычно он снимается с определенным усилием если стекло то нужно это делать аккуратненько здесь пластик потом проворачивается все снялся тут вот видно какой-то герметик был применен для того чтобы он держался но тем не менее снимается теперь нужно выявить сгоревший светодиод если причина именно светодиоде но он как правило определяется легко визуально сейчас я вам покажу вот он этот светодиод видите на нем две точки темных бывает одна точка в данном случае две значит он у нас горел светодиоды в таких лампочках запитываются последовательно примерно как гирляндах если у кого-то гирлянды перегорали вы знаете что если одна лампочка сгорела то вся гирлянда перестает гореть если эту лампочку заменить или замкнуть цепь иным способом гирлянда снова начинает работать то же самое здесь аналогично для того чтобы отремонтировать лампочку нам нужно либо впаять сюда новый светодиод либо просто удалить старый и замкнуть цепь запаять два контакта если просто мы убираем светодиод и замыкаем цепь нагрузка на оставшиеся светодиоды она возрастает они от этого начинают больше греться и быстрее выходят из строя но здесь нужно иметь ввиду два момента во первых большую роль играет количество светодиодов чем больше этих светодиодов тем меньше процент возросшей нагрузки на каждый отдельно взятый светодиод но у нас здесь 22 светодиода поэтому отсутствие одного самым минимальным образом скажется на нагрузки на остальные светодиоды к тому же мы с вами попробуем сделать дополнительное охлаждение самым простым колхозным способом сделаем несколько отверстий в корпусе лампы для того чтобы светодиоды эффективно охлаждались я не знаю правильно это или нет все с вами увидим сами сейчас мы его самым варварским способом разрушим этот светодиод вот что у нас получилось вот эти два контактика нам нужно соединить то есть запаять проверяем все отлично лампа работает теперь сделаем несколько отверстий как и говорил для охлаждения сверлить будем аккуратненько чтобы там никакие внутренности не повредить вот так вот у меня получилось 4 отверстия сделал специально на разной высоте чтобы тяга создавалась более холодный воздух будет поступать в нижнее отверстие и через верхнее нагретый воздух будет выходить ну и все сейчас я включу лампочку в зале месяцок она мне поработает прежде чем буду видео выкладывать ну и далее как я уже сказал смотрите в описании под видео буду информацию периодически обновлять и мы с вами узнаем насколько эффективен такой ремонт для светодиодной лампочки что друзья прошло ровно 10 дней наша лампочка снова вышла из строя как мы видим сгорел следующий светодиод вот на нем черная точка в общем я как и обещал честно показал вам результат этого не удавшегося эксперимента отрицательный результат это тоже результат по крайней мере я думаю что сделаете свои выводы и не будете тратить время на подобные вещи даже все мои манипуляции с дополнительным охлаждением не принесли положительного результата я думаю дело все таки не в температуре а именно в увеличивающемся напряжении на оставшиеся светодиоды не исключаю что кому-то подобный ремонт помогал и лампочка служила долгое время но лично я больше заморачиваться с такими вещами не буду и вам советовать такой способ ремонта тоже не могу возможно я попробую другие способы ремонта в этом случае и обязательно сниму в этом ролик покажу вот такой получился неудачный эксперимент всем спасибо за просмотр надеюсь ролик был для вас полезен всем пока